Всем привет! Как вы помните ранее, я проводил конкурс на канале, победительницей которого стала Наталья, которая получает приз в виде семи штучек черной малинези, которых я сегодня упакую и отвезу на новую почту, благодаря которой наши рыбульки попадут к победительнице. Доставка новой почты из Харькова-Бердян занимает одни сутки, и за это время с рыбками ничего плохого произойти не должно. Как видите рыбок, я разделил и посадил в две баклажки по полтора литра. Водичку налил из общего аквариума, где они содержали, а за день до отправки сделал подмену воды в этом аквариуме. Поэтому там налита максимально свежая вода с минимальным содержанием азотистых соединений, но с хорошо установленным биологическим балансом. Поэтому я не буду переживать по поводу порчи воды во время транспортировки. У компании Тетра есть специальные таблетки, которые убирают все азотистые соединения в то время, когда нет фильтрации, а рыбки перевозятся или пересылаются в другой город или страну. Я их конечно лично не тестировал, но наслышан на них, и если компании Тетра это будет интересно, то сделал бы на них обзор. Полные баклажки воды я специально не наливал, для того чтобы остался воздух и рыбкам было чем дышать. Кислородной закачки я не делал, у меня ее нет, да и как показывает практика, то вот такого количества воздуха на сутки хватает с головой. Буду надеяться, что и сейчас тоже хватит. У меня был случай, когда рыбки в такой же упаковке пробыли в дороге и на складе новой почты целых 3 дня, из-за того, что поломалась машина в дороге и произошла такая ситуация. Еще я переживал, так как было лето и стояла сильная жара, но все обошлось, рыбки остались все живы и здоровы. Но и рыбки не совсем обычные, это были килли, которые при ухудшении условий обитания замедляют свой метаболизм и минимально расходуют ресурсы. Посадил рыбок к баклажке я тоже не просто так, а для того, чтобы максимально обезопасить их транспортировку, так как пакет при придавливании может лопнуть, а баклажка выдерживает надавливание на нее. Даже если пакет с рыбками положить в картонную упаковку, то все равно есть шанс того, что ее могут придавить и пакет лопнет. У меня такой случай был с растениями, когда ее сильно придавили и она лопнула, намочив коробку. Но благо, что растения не пострадали, не это были не рыбки, а так бы они погибли. А так, даже если придавят, то баклажки они точно не раздают. Внутри коробки я положил поролон для того, чтобы баклажки не болтались по коробке и рыбки меньше страдали от ударов. Для того, чтобы вода в баклажке не сильно плескалась, я на коробке указал стрелками, где будет верх, а также в каком положении надо перевозить посылку. Плюс ко всему, это дополнительная защита от протекания, так как крышки будут находиться вверху. На новой почте, если сказать, что внутри посылки находятся рыбки, то они ее, конечно же, откажутся принимать. Поэтому обычно я говорю, что внутри жидкие удобрения в заводской упаковке, так как когда они ее колышат, то там слышно и понятно, что какая-то жидкость. Почему говорю в заводской упаковке, так это для того, чтобы они не заставляли обрешочивать посылку, как это положено по инструкции. По крайней мере, так утверждают сотрудники новой почты. Правда это или нет, я точно сказать не могу. Кто знает, отпишитесь. Возможно, у вас есть какие-то наработки, секретики, то поделитесь ими, я буду очень благодарен. А если это видео смотрят сотрудники новой почты и не могут подсказать, как лучше отправлять такие посылки, то не забудьте поделиться и подсказать этот вариант. Возможно, все намного проще и есть другой правильный способ. Так как видео выходит с небольшой задержкой, то по секрету могу сказать, что рыбки доехали нормально, все живы-здоровы, так как Наталья своевременно их забрала с отделения новой почты. И к тому же, в скором времени у нее будет пополнение числа малинезий, так как одна самочка поехала уже беременной. Надеюсь, у Натальи все получится и она сохранит потомство. Наталья, если смотрите это видео, то отпишитесь, пожалуйста, как прошли роды и сколько мальков удалось сохранить. Вот, пожалуй, все на сегодня. Если вам понравилось видео, то лучшей благодарностью будет, если поделитесь этим видео на своих страничках в социальных сетях, группах по аквариумистике, порекомендуйте для просмотра своим друзьям, знакомым, а также всем тем, кому может быть интересно это видео. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.